Текст не очень сложный, не очень самый ярко выписанное, хорошее произведение, ярко выписанное, вот это погружение, это я ничего не изображаю, никого уже нет, ничего уже нет, ты один с этим текстом, с этими образами, ты видишь этих героинь, ты видишь этих героев, это потрясающее состояние. И, собственно, ради этого я и работал на УТОСе, потому что, ну, на радио что ни говори, но это другие, это публицистика, это получасовки, больше часа это только театр, это известие, это статьи, это не очень, на телевидении я тогда еще не работал, я не так же, естественно, вот, так что вот такая работа. С текстом немножко. Сколько вообще лет получается? Ой, ужас! Вау, вообще! Я скажу, где-то 60, на радио я пришел в 60-м, в это, значит, где-то 62-63. То есть и до 93-4 в Кабзаре, вот, последняя... В Кабзаре, да, в Кабзаре это последняя... Что с Кабзарем стало? Лет 30, получается, не слава. С Кабзарем, ой, как... На историю-то вы расскажете. Как у нас все хорошо налаживалось. Вот, значит... А в Кабзаре были только вы или еще кто-то? Ну, это начало только тебя, но я же очень продуктивный и очень-очень энтузиастный... Да, очень-очень-очень люблю работать. Я такой трудоголик, вот, и тем более, когда это твое, и когда ты автор, один из авторов, или автор даже идеи. Я говорю, ребята, вот вы там были инженер, и, значит, техник, и взяли еще бухгалтера. Давайте будем налаживать какие-то, давайте будем налаживать... Тем более, такая свобода. А сколько литературы! Вы помните эти наркотики, вот, вагонки вообще, это все, что... Печатаются. Да, 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 на самом деле, да, то, что вообще появилось. На компьютерах еще распечатать такие... Да, 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 боже мой! Давайте будем озвучивать тут же, тут же! И благодаря Евгению Николаевичу он дал нам подвал. Там он уже... Это вот Кобзарь начинался, как только, это буквально, Юрий Николаевич, ну, это можно узнать совершенно точно, как только он стал директором, директором библиотеки, ну, может быть, полгода прошло, может быть, вот так вот, ну, до года. И там в этом потворе, вы знаете, очень неплохое было звучание, а по сравнению с этими студиями, которые сейчас звучат... Ну, Аркенчу еще. Ардиса, мы слышали в записи Ардиса? А где это? Наш, российский. Я... Вот, я ж слаб. Мы оторваны уже, ну, да. Немножко оторваны, поэтому я отдельные только вещи могу, могу какие-то судить. Я знаю, что у нас это неблагополучно, вот, и знаю, что по сравнению сейчас с телевизионными студиями, ну, там, там, можно их простить, потому что там же изображение. И поэтому они говорят, звук, ладно, Бог с ним уже будет уже без звука. Так студия, которая Кабзарь была, которую, благодаря Юрию Николаевичу мы, так сказать, организовали, это была очень хорошая студия, потому что она очень, очень прилично, очень хорошо звучала. И, мало того, мы наладили, мы взяли все библиотеки Союза, но мы брали в основном библиотеки Утосовские. От Дальнего Востока всей республики, у нас были все адреса, в этом не последнюю, а одну из первых ролей, опять-таки, сыграл Мишняков. Вот, кто понимает эти самые. Вот мы написали, и они, слушайте, как энтузиасты, «Да, мы берем, мы подписываемся, мы на то, на то». Вот, прошло какое-то время, Союз, а, это был, Союз распался, уже какие-то появились таможенные границы, какие-то вот такие вот. Все. Кабзарь погорел. Потом мы последнее, что сделали еще с Кабзарем, это мы писали украинскую литературу, такую, тогда же тоже, новая волна, новая волна энтузиазма была, возрождение национального, и мы писали украинскую историю, которая появилась, вот, зарубежные, канадские, это самое. Канадские, украинские, там, вот такие вещи. И, мало того, мы, я помню, это еще свои вот менеджерские, свои способности, мы продавали на первом всемирном конгрессе украинцев. Довольно успешно, довольно успешно. Хотя, они такие немножко, ну, пожилые люди, они все это знали. Это для нас это было вновь. Они все это знали, они к этому спокойно относились. Ну, ради того, что это в Украине, это в Киеве, это вот... Для детей? Нет, мы для детей тоже писали, но в основном это писали не для детей, а для взрослых. Такие вы там под большей части? Нет, там исторические, исторические. Я же понял, что для детей было две кассеты со сказками. Да, кей, что он, а душа с него. Сказки, да, да. Я имею в виду для взрослых? На милочку. Ну, просто, дальше вот. Сколько часов в день вы вообще могли читать эти книги? По максимуму. Это феноменально. Я мог не поверить. Я вам сейчас скажу. Если вот у Тосовского, значит, я приходил в 9, мог читать... Читово в 8? Нет, ну, это число в 8 лет. Но это редчайший случай, когда я писал. Я в нерву произнес слово наркотическое, это самое. Это должна быть литература, это должна быть... Конечно, в общем-то, но... То есть, если что-то понравилось вам личное, вы хотите озвучить? Да, да, да. Просто там ходили, я говорю, чтобы это не выглядело каким-то пиаром, но там ходили легенды. Просто Юра знает. А были книги, которые вам просто вы не могли читать? То есть, по качеству, по содержимому, вы правила, отвергали? Нет, таких, я не знаю, трудно сказать, но это жизнь, это то, что сейчас тоже. Мне противно озвучивать какие-то фильмы, я их озвучиваю. У нас дикторы отказываются некогда. Нет, ну, что за некогда отказываются? Ну, тогда была такая история, ты хочешь прочитать хорошую книгу? А всегда две плохие. Прочитать так, да. Вот это советский подкор, да. Я же вам говорил, материалы съезда были озвучены. Да, да. Пленум и так далее. Но такие плохие не входили, вроде, получается, или как учишься? Ну, тут трудно. Человек, вообще, приспосабливается ко всему. Ко всему. Даже, вообще, какой-то примитивной, это самое, литература. Много, много же было. Хай Бог, мылое, богатоукраинскую сучастную литературу была, современной украинской литературы. Такое, что вот, это самое, что. Но надо было, надо было. А помогают ли вам навыки чтиться в жизни? То есть, вопрос такой, охмырять женщин, что-нибудь такое. Жизнь вообще, вы знаете, это, я не знаю, может быть, в принципе, помогает общаться. Но иногда, когда ты устаешь и приходишь, я прихожу на радио, после колоссального твоего шести-восьми часов, что ты меня спрашиваешь? Что ты сказал? Слушай, ты кем работаешь? Ты диктор работаешь или кем? То есть, ты не в состоянии уже, это самое хорошее и самое благо, когда ты можешь не артикулировать, не артикулировать, просто нормально. Юр, ты знаешь, это нормально. Все время, и не потому, что артикуляция – это что-то искусственное. Нет, я не перевариваю ни на радио. И где, кстати, когда искусственная артикуляция, это так слышно, это когда, в общем-то, человек искусственно артикулирует, произносит каждый звук. То есть, в этом плане и должна быть какая-то золотая середина, понимаешь? Когда все четко и все не вычурно. А часто ли приходится перезаписывать какие-то помарки или шутки? И приходилось очень часто. И приходится. И вот сейчас, мало того, я вам скажу, сейчас приходится озвучивать фильмы, особенно я говорю о том, что они все познавательные. То есть, я это читал десятки раз. Я знаю эти все ударения сотни раз. И знаю, как это правильно. Но это нужно пойти и доказать. Взять словари, взять отца. Вы хотите так? Вы хотите вот так, например, на Украинском даньце. Даньце и датчаны. Но датчаны – это уже… Они хотят датчаны, чтобы были. Ради Бога. Давайте вам дать датчаны, хай будут датчаны. Это все доказывать. Это все созвание. Хотя это совершенно неправильно. И так далее. Приходится… Бывает, Господи. Я вспоминаю свой самый большой комут на радио. Когда я пришел и сказал, что утренний выпуск был. Восемь часов такой тогда еще. Для ЦК, так сказать. Мы это все делали. Что добы, каждые сутки, буряки дают надбавку 130 грамм. А я скажу, что 130 килограмм. То есть они прибавляют 130 килограмм. И говорят, что за дебил у вас там работает? Как это можно? Вот такие вот. Это мой первый такой был в большом эфире, как будто на радио. А вот когда же в книгах случается, допустим, чтение на иностранном языке? Ага. Ну, вы, наверное, не все иностранные языки-то знаете. То есть как-то… Ну, правильно. Надо прочитать как-то правильно. Какие-то интонации. Ну, хотя бы с акцентом-то хоть совсем неправильно. То есть вы чему-то прибегаете, чтобы правильно прочитывать вот эти вот… Ну, если большие фразы, все-таки мы не прибегаем, там же есть милские переводы. А маленькие, ну так мы знаем, маленькие там английские, польские… Вот, допустим, Самойлов, когда рассказывал, ну, мы тоже приглашали на встречу, он рассказывал, что он просил Терновского, чтобы он ему русскими буквами писал, когда он озвучивал Швейка. Там очень много… А чешских… 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 Немецких… Да, вот, да. Там Донор Веттер вас создаст и так далее. И вот, значит, он, Терновский, русскими буквами писал, какие ударения надо ставить. Потому что, говорит, я, говорит, англичанин, я не знаю, какой немецкий. Если я скажу что-нибудь, это потом смеятся люди. Ну, вот. Поэтому я вот интересуюсь, что вы тоже как-то… Ну, по-моему, я переводил только в перевод. Можно с каким-то легким, там, чуть-чуть намеком, только намеком на какой-то акцент, но только… Вот, продолжая тему, а с кем вообще с Чтенцом вы знакомы там и поддержите связи? Украинскими, московскими, русскими? Украинскими, московскими. Понимаете, у нас были связи только с Союзом Радио. Такие настоящие, такие какие-то связи, поэтому, так сказать. С ВОСом получается? Нет, нет. С ВОСом, к сожалению, так это не получилось. Вот. У нас с ВОСом связь только через Мишненко. Только он и все. Ух. 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 Ух.